Впереди, а кто позади. Если, ну, собственно говоря, россиянам главное выиграть друг у друга. С какой, как бы, стороны, так скажем, финиширует Перлев Сиренюс, для них не столь важно. Они могут его пропустить, могут уйти вперед, но самое главное выяснить отношения между собой. Вы помните последнюю серию второго дня соревнований, когда Балточев все-таки выиграл в очной борьбе у Дмитрия Хомецевича, собственно, что и позволило ему получить право на этот перезаезд. Ну посмотрим. Перлев Сиренюс по первой дорожке, Сергей Балточев по второй, Дмитрий Хомецевич по третий. Ух, как сейчас все, в общем-то, не без проблем прошли первый поворот, ну и сейчас тройка эта идет очень плотно. И вы посмотрите, по внутреннему радиусу там, между прочим, Перлев Сиренюс очень серьезные виды имеет на вторую позицию. Дмитрий Хомецевич на втором месте идет, пытается, отчаянно пытается догнать Сергея Балточева. Ну а для Балточева, который вообще, в общем-то, по случаю на самом деле попал в отборочный этап, это, конечно, сейчас птица счастья перед ним мелькает и ухватить ее за хвост сейчас у него есть все шансы. Напомню вам, что Сергей Балточев был в числе запасных, и лишь отказ от участия Олега Досаева, украинского спортсмена, позволил ему попасть в число основных этого отборочного этапа. Ну и этим шансом он вполне может воспользоваться. Последний поворот и судьба, судьба сейчас. Участие в финале личного чемпионата мира, да, на колесе Сергея Балточева. Он может радоваться, и он впервые в своей карьере, впервые в жизни примет участие в финале личного чемпионата мира. Очень молодой спортсмен, я напомню вам. И посмотрите, привет Антонину Клотовске от Сергея Балточева из Уфы. Ну а вторым приехал Дмитрий Хомецевич. И, к сожалению, семейной пары мы в финале не увидим. Ну что же, за всю семью будет отдуваться Виталий. Ну и Сергея Балточева мы увидим на пьедестале почета. Он займет третью ступень. И для него это, наверное, в жизни самый-самый большой успех. И посмотрите, как увлекся. Таким образом, итоги отборочного этапа личного чемпионата мира 2007 года выглядят таким образом. Первое место с 26 очками занял Виталий Хомецевич, четырехкратный чемпион мира. Очередную попытку предпримет он в этом году вернуть себе этот титул. Второе место молодой гонщик из Уфы Станислав Архипов. Для него это первое, по-моему, в карьере попадание в финал личного чемпионата мира. И тоже большой успех, безусловно. Третье место занимает также российский гонщик Сергей Балточев. 23 очка и выигрыш перезаезда. Также он проходит финал личного чемпионата мира. Четвертое место в перезаезде выиграл Дмитрий Хомецевич. Но этому нисколько не рад, поскольку четвертое место не позволяет россиянину поехать на финал личного чемпионата мира. Не попал он в тройку среди спортсменов из России. Пятое место Перулов Сирениус. Юбилейный 30-й для него в карьере финал личного чемпионата мира будет. И мы желаем успеха этому великому спортсмену. Ну, шестое место Юнир Базеев в шестерку у сильнейших попал. Но, к сожалению, из россиян он всего лишь пятый. Сказались неудачи и падения первого дня соревнований. Ну и, собственно, мы ждем решения Федерации Российской. Включат ли они Юнира Базеева в сборную страны на командный чемпионат мира. Ну и ждем, конечно же, его выступления на Кубке главы. Седьмое место Антонин Клотовский. И также 18 очков он сколько и Базеев набрал. Ну и как иностранный гонщик и второй из иностранных гонщиков он попадает в число финалистов напрямую. Восьмое место Фин Анти Аакко. Набрал он 16 очков. И в финале он будет представлен в числе запасных. Девятое место. И, наверное, его можно считать неудачником этих стартов. Дмитрий Чачин, Германия. Российского происхождения гонщик. 14 очков. Еще раз полюбуемся на тройку лучших гонщиков этих соревнований. Виталий Хомицевич, Станислав Архипов и Сергей Балточев на пьедестале почета. Вручаются им призы памятные. Ну и будем ждать их выступления на финале личного чемпионата мира. А саранским болельщикам остается ожидать стартов на приз главы Республики Мордовия, который состоится в конце февраля. Ну и в начале марта самый главный старт для нас это командный чемпионат мира, который также пройдет на льду стадиона Светотехника. Мне остается представить вам тех, кто работал и кто готовил для вас эту трансляцию. Это операторы Александр Зюзяев, Александр Данилов, Павел Толобаев, Сергей Бебинов и я, комментатор 10 канала Денис Гарин. Всего вам доброго. Уделяйте время спорту, уделяйте время ледовому спидвею. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ЦП Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова